Отношение выполнения долга перед обществом дает человеку устойчивость в жизни, улучшает качество жизни. Долг — это то, что у тебя получается сначала, а потом, когда ты развиваешься лучше, это то, что тебе нравится. Сначала человек делает то, что дает ему деньги. Это первый этап развития Личности. А второй этап развития Личности — он делает то, что приносит счастье, глубокое удовлетворение ему в сердце. Но так как сначала человек находится в страхе, поэтому самое большое удовлетворение ему приносит власть, деньги и возможности в жизни. Это означает жизнь страсти. Люди всего больше радуются деньгам, власти и возможностям. Но когда человек глубже развивается, им больше всего удовлетворяет труд по своей природе. То есть есть четыре категории людей. Это четыре категории разума. Первая категория разума — это люди, которые склонны давать знания другим и получать знания. Это их специальность. Они могут зарабатывать так на жизнь себе. Потому что все люди должны давать друг другу знания. Каждая женщина — это учитель своих детей. Но я говорю про то, как зарабатывать. Дальше вторая категория — это люди, которые должны управлять другими людьми. Третья категория — это те, которые должны извлекать прибыль, богатство распределять в этом мире. И четвертая категория — это те люди, которые склонны творчески трудиться, им нравится, любить, делать то, что им приятно. Творческий труд. Мастерить что-то, что-то делать красивое. Вот четыре категории людей. Если человек не развит, он не знает своей категории, он невозможно ему понять, что ему делать. У женщин такие же категории, как у мужчин, разница лишь в том, что женщина должна действовать в сфере заботы о других, а мужчина действует в сфере создания чего-то. Понимаете разницу? Вот, например, больница — это какая сфера? Сфера заботы — это женский труд. Школа — сфера какая? Заботы, женский труд. Там есть все четыре категории людей в школе. Дальше какие-то социальные организации — сфера заботы. А армия — это какая сфера? Мужская. Понятно, да? Вот и все. А деятельность та же самая, просто сфера разная. Женщина должна заботиться о других, она должна там действовать. Ей тогда будет комфортно, хорошо, она будет счастлива. Мужчина — сфера создания чего-то. Мужчина создает этот мир, женщина поддерживает.